Последний звонок. Дорогие островитяне, дорогие гости, как сказал великий Амар Хайямович, с новой весной выбирай новую любовь. И сегодня, 31 октября 1999 года, наш 55-й островок начинает свой новый сезон в этих благородных стенах. Но традиции у нас остаются прежними, и мы поэтому поем гимны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok В феврале 1899 года министр финансов Викте положил перед царем Николаем II документ на подпись о создании в России высшего технического учебного заведения, именно политехнического института. Высочайшее соизволение было получено, и возник политехнический институт. Как основателям ученые в основе его были Менделеев, Попов, Скопельцин, другие российские крупные ученые. Первым директором института был князь Гагарин. В 1909 году политехническому институту было присвоено имя Петра Великого. Он состоял из четырех факультетов – металлургического, экономического, электромеханического и электропростроительного. То есть основные чаяния Петра были отражены в этих профессиях, в которых очень нуждалась Россия. В дальнейшем, пока институт строился, прошло три года. Для этого была куплена территория на северной окраине города в предместе лесное. Здесь были созданы учебные корпуса, которые вы сегодня видите. Жилые дома для профессоров, студенческий городок с общежитиями, спортивный комплекс. Здесь был совершенно автономный город, научный городок. И поскольку он был удален от традиционных культурных центров, очень скоро возникла потребность у педагогов, у профессоров, у учащихся создать здесь свой культурный центр. И здесь возник, как филиал клуба ученых на мойке, свой клуб ученых в лесном. Он существовал и развивался очень быстро. Там возникли множество научных секций, множество художественных кружков и детские кружки. И постепенно, когда здесь возникли еще такие учреждения, как лесотехническая академия, физико-технический институт, другие научные учреждения, разрастался коллектив ученых, понадобилось отдельное здание. Поскольку эти кружки и секции занимались пока в свободных аудиториях самого института. В 1934 году постановлением было выделено отдельное специальное здание, в котором мы находимся. Понадобилось пару лет на его обустройство, потому что это было здание начальной школы. И постепенно он превратился в такой уютный дом с уютными гостинами. И вот все обустройство проходило с такой живой заинтересованностью всех ученых. Очень много дарили профессорские семьи сюда мебели, предметов убранства, хрустальные иллюстры, картины, библиотека оснащалась величайшими экземплярами книг. И в конце концов дом ученых превратился в элитарный такой клуб ученых. Последние ценные приобретения были сделаны первым директором в 1937 году на аукционе, когда распродавалось убранство Воронцовского дворца. Сюда поступили скульптуры, которые вы видели в вестибюле, копия Антонио Кановы «Три Грации» и фигурки негритят, которые вы видели на втором этаже. И еще другие антикварные элементы, которые долгое время служили дома ученых. Здесь был ресторан, здесь была бильярдная, здесь были очень уютные гостиные, где проходил досуг семей ученых, швейцар пускалась сюда только ученым. Это был такой элитарный клуб. Во время войны здесь был стационар, где находились ослабленные город голодом ученые и преподаватели института, студенты. И очень многим этим способом была сохранена жизнь. После войны в 1946 году клуба ученых в лесном был присвоен статус дома ученых в лесном. И дальше началась такая полоса, не вполне ожедшая дома ученых на пользу, череда переподчинений. Его передавали в собственность и друг в друге министерства, ведомства и профсоюзы. И в конце концов этот элитарный ресторан попал в подчинение Выборгского треста столового, стал заурядным обычным столовым и антикварные сервисы, вишные удовлетворения. В дальнейшем началось растекаться антикварное убранство дома по постановлению цитапров союзов. Очень много предметов было передано во дворец труда и разошлось по другим культурным учреждениям без следа. В 60-х, 70-х годах очень много предметов было продано Ленфиму, а несмотря на то, что стены как бы похудели, здесь культурная жизнь наоборот расцветала и продолжалась в очень большом разнообразии. Здесь была масса интересных кружков по интересу, замечательной Виктории. Я считаю, что я здесь получила гуманитарное образование и в 80-х годах здесь был такой цикл лекции «Зарубежный мир глазами ученым», поскольку выезжать за границу тогда было сделано нечастым, и мне довелось даже несколько лет читать здесь, то есть рассказывать о своих путешествиях вот в этом цикле. В 1984 году домучен пышно и торжественно отмечал свое пятерестилетие. Целую неделю здесь продавались банкеты и праздники, и все закончилось пожаром. И нигде-нибудь пожар начался в плодовой антиквариата, и последние ценные вещи были утрачены в огне. Затем началась полоса общая для всей страны, возможно, экономических неурядиц. И такой обобранный дом ученых, отыгорченный большими экономическими трудностями. Здесь 50 педагогов, около 40 человек персонала. были сняты с финансирования. Все министерства и все ведомства от него отказались. Он повис в воздухе. И в 1994 году он снова вернулся в свою альма-матер. Юридически он снова стал подчиняться политехническому институту, теперь уже университету. Но финансирование он все равно ниоткуда не получает. Он живет исключительно на принципе самообеспечивания. И зарабатывает себе на жизнь сам. В основном кружками иностранных языков. И здесь огромное число кружков взрослых и детских работают с большим напряжением. Здесь занимается почти полторы тысячи учащихся. И вот весь этот доходок кружков идет на существование и составляет бюджет Дома ученых. И при всем при этом нынешний директор Сергей Анатольевич Прохоров, которого вы хорошо знаете, умудряется вести ремонты и кровли, и массу всяких нужд, и дверях затыкать. И поэтому можно себе представить, что Дома ученых продолжает оставаться, конечно, таким очень интересным культурным центром на нашей северной окраине. Но старая истина подтверждается, что всему хорошему мы обязаны книги. И вот 30-летняя дружба с библиотекой позволила нам получить кредит доверия, и заведующая библиотекой Алла Михайловна, которая собиралась прийти, я не вижу, хлопотала за нас перед директором Дома ученых, для того, чтобы нас приняли в эти стены. А представитель администрации в лице Светланы Ивановны заключал с нами договор аренды по всем юридическим канонам. Так что, как видите, наша судьба, островка, теперь связана с судьбой Дома ученых. А поскольку эти узы еще и коммерческие, я хочу сказать, что теперь у островка есть свой банк и свой прозрачный бюджет. Показать получше. И не кризис. Куда будут поступать взносы? После расчета с кредитором эти взносы составят начало наших средств для оплаты следующей аренды. Я очень надеюсь, что мы в этих стенах останемся надолго, поэтому я надеюсь, что вам здесь понравилось. И что мы тоже. Так, и мы не ударили с вами. Я маленькая балерина, всегда нема, всегда нема. Не скажет больше, помто, минима, чем я сама. И мне сегодня за курицы прислал король. Влюблено, бледные нарциссы и лакфиоль. Из-за них бессилья к небу полна угроз. И мне улыбнулась королева улыбкой слез. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Чуть вздыхая, мою трема. И будет думать, засыпая, что мне тяжело. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 А жилой посреди этот дом, И чтобы богу нет конца, Как говорится, дверь бежит И прямо на вокзал! АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас на расход, где же будет лодку сделано? Да, на ремонт, и саним, А там саним, а там саним, А там саним. Вы же встаньте все, пожалуйста. Так, мы шагаем все вместе и говорим на песнованных. Свободенка, вышли, вышли, вышли все. Вот вышли мышки как-то раз. Посмотреть, который час? Раз, два, три, четыре. Мышки дёргали, загили. Вдруг раздался страшный год. Подышали мышки в год. И это упражнение делаем ещё раз. Только уже все слова выучили. Так, шагаем. Вышли мышки как-то раз. Посмотреть, который час? Раз, два, три, четыре. Мышки дёргали, загили. Вдруг раздался страшный год. Так, шагаем из чего. Идем все. Мы так давно, мы так давно не отдыхали. ПЕСНЯ 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 Содержание весьма спорное. Я не несу ответственность. Чуть-чуть. ПЕСНЯ 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 Вам не понять, Тихо угнил жену, И добавил, так надо, Он вскочил на коня, Раскакал полверсты, Но как копанный встал, Уличного запада, И река приняла Ордена и кресты, И накрыла волна Самотые погоны, Петер сели на воду, Сдымил водную гладь, Зашумела листва, Стрепенулась природа, И услышал казак, Ты идешь воевать За народную власть, Со своим же народом, Он встряхнул головой И молитву прочел, И коню до костей, И шпоры врезал с досады, Конь шарахнулся так, Как от улада ночел, От затона, От затона, Где вы поседали на граду, И молитву прочел, И слезы, И слезы, И слезы, И слезы, И слезы, И слезы, И боле, И слезы, И слезы, И слезы, Командар, природа мудра и всевышнего глаз Видят каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас В последней черты вспоминает агония Вспомнил и Командар о проклятии отца И что Божий наказ у реки не послушал Когда щелкнул затвор и девять граммов свинца Пустили носу его грешную душу А зато он все хранит в глубине ордена И вросли в берега золотые погоды На года, на века, на все времена Не порушены памятью с тихого дона На года, на века, на все времена Не порушены памятью с тихого дона Субтитры создавал DimaTorzok И в текущих крючок В текущих храм Субтитры создавал DimaTorzok Другая петра Субтитры создавал DimaTorzok Другая д admirал DimaTorzok Другая петра Другая петра Я думаю, что будет много связано с жизнью, как это будет, что выписать. Вот, а посвящение говорит Артрому на мелодию одной из его песен, я попробую показать, потому что я вообще не исполняю, но все свои, поэтому, как это сказать. Я вообще не исполняю, но все свои, поэтому, как это сказать. Для меня ты значил очень много, Смерть твою воспринял я с трудом, Ты поэт, а значит, ты от Бога, И уйдя, вернулся в отчинок. В те годы, когда над Русью зрели Ураганы первых в телемену Вы тогда воню Россию пели Не желая ничего замен И твои стихи Подолго до чуду Отворяли души И сердца Помогали нам Простому жуту Рез нести тяжелый До конца Ты предвидел Многие потери Твой уход Для нас из них одна Что бы распахнуть В свободе двери На дочь я шутся За избей На дна Иногда Я зажигаю встречи И пою Про чистые пруды Знаю я Твои благие речи Охранят Очеркнули Как беды Для меня Ты значил Очень трудом Смерть твою Воспринял я С трудом Ты поэт А значит, ты от Бога И уйдя Вернуться Очень долго И уйдя Стретя Аплодисменты Здесь Носколько И уйдя Простой, кстати, вот Как, послушаю, что вот Песня, написанная вот она как раз посвящена Виктору Соли. Но она достаточно известная. Она была одна из моих любимых, поэтому она не так известна. Вот, Ария. «Лезда по имени Солнца» Да, «Лезда по имени Солнца» одна из самых известных песен Виктору Соли. Последняя песня у нас сейчас. Чтобы я не знала, все. Белый снег, серый лёд На растрескавшейся земле Одеялом, паскутным на ней Город в дорожной пиццеле А мы за гордом плывут облака Затумевая небесный свет А над городом жёлтый дым Городу две тысячи лет Крожит их под светом звезды По имени Солнца. И ты знаешь, что так было Все две тысячи лет война Война без особых причин Война телом молодых Лекарство против морщин Правая, алая кровь Через час это просто земля Через дворогие цветы и трава Через две она снова жива И согрета лучами звезды По имени Солнца. И я знаю, что так было всегда Кто с тобой особо любим Кто живёт по погонам другим Никому умирать смотрим Он не знает слова Он не знает слова да и слова нет Он не помнит ни чинов, ни имён И мечтает дотянуться до звёзд Он не считает, что это сон И ботелок опалённый звездой По имени Солнце. Белый снег Кто с тобой Кто с тобой Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Не знаю. Не знаю. Ей лет двадцать пять. Субтитры подогнал, Субтитры подогнали Симон. Том. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал, Субтитры подогнали Симон. 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 несла дозор. Будто страшно стояла, глядя щелками окон, всю деревню охранялась не до памятных времен. Наши матери ходили к водяному на поклон и молили, и просили, чтобы детей не трогал он, а в ответ лишь гул да стон, а в ответ лишь гул да стон. Детство мельницы родные нас встречают здесь и там. Вот и мутят голубые водяной малюкожан. За стеной он покрытый пляски ходят жернова, брачки возятся с корытом завернувшие рукава, этот лук дождем умытый, где колышется трава, этот стук валька разбитый долинивый стадат, не забыть мне никогда, не забыть мне никогда. Песенка маленькой грошине поет веретенца в руке у меня, пляши, моя кукла, пляши, все жарче становится пламя огня, под прялкой шуршат камыши. За вечер должна я исполнить урок в работе спасения души, из шерсти на прязь тонких ниток моток пляши, моя кукла, пляши. Прошла бы скорее зима, по весне мне минет двенадцатый год, и рыцарь прекрасный приедет ко мне, и замуж меня он возьмет. На белом коне он меня навсегда из дома родного учит, в тот край, где синеет большая вода, и каменный замок стоит. С тех пор девять лун пролетят, как во сне, пляши, моя кукла, пляши, и сына родить посчастливится мне, и будут дары хороши. Свекровь даст мне ключ от дворца своего, а свекр золоченый, а граф, и муж будет счастлив, что в замке его появится маленький граф. Но грозен сосед наш барон, и война сто жизней с собой несет. В двенадцать жена, а в пятнадцать вдова такая судьба многих ждет. Но это потом, ох, в каком весь году пляши, моя кукла, пляши, а нынче прилежно я пряжу, пряду, и милого рыцаря жду. Сатиреса Под синью густых изумрудных лесов Меж царостей и белопонесса Среди полунелюдей и полубогов Когда-то жила Сатиреса. В серебристых пудрях Бил серой светлячков, Скрывая точеные рожки, И цокали пары копыт с каблучков Махнатые стройные ножки. Напиться воды ранен в утром к реке Кентавров проносится стадо И плещется в желтом лесном ручьяке Как рыба-глубышка на ядер. Сатиры гоняют испуганных ним Визжат луговые принцессы У жадных садовников Сахарных слив похитить спешится Тереса. Она виноградную спелую кисть Несет из фруктового сада Самой, чтоб насытиться и угостить, Причнули подругу на ядер. Ночами капризная светит луна И звезд в небесах мириады И воздух колышет испечен звенят Как струны, кипары, цикады. В одну из тех лунно-звенящих ночей В деревню пришла Сатиреса. Укос и овец, что вернулись с полей, Попить молока под навесом. Но выследил хищницу юный пастух, Пока она вынес осало. От парня помчалась она во весь дух, Но в плен в человеку попало. Он с нею пришел в захолдованный лес, Сатиры их вмиг обступили, Из зарослей вышла толпа Сатирес, И нимфы их благословили. Лесной пан устроил свадебный пир, Плясали и пели дариады, Трубили кентавры, И смехом речным Хрустально звенели на яды. Он в хижине спрятал уродку жену На самой окраине леса, Рогатую дочку-мохнатку ему Весне родилась Сатиреса. С тех пор пролетели десятки веков, Сатиры уж нет в панине, Но диких созданий нам чуждая кровь, Кому-то своя и паныне. Известен богатый купеческий дом На все побережье Одессы, И надо ж такому случиться, Что в нем продочерь живет Сатиреса. С поэмой Гомера устало придет Она по садовой дорожке, И длинное платье скрывает Ее мохнатые стройные ножки. Ну вот это напоминает весного царя, Повторение этой роман-советной. Мама, мамочка, ты слышишь, Кто шрушит в углу? И мой мальчик, это мыши делают в нору. Пол скрипит, наверное, Мара к нам сюда спешит. И не бойся, дом наш старый, Вот он и скрипит. Кто-то страшный, И косматый заглянул в окно. Это наш сосед лохматый, Тот, что пьет вино. Мама, слышишь, Стонут, панши, Значит быть в беде. Милость, ты не верил раньше этой ерунде. Засыпай, ночные страхи, Мигом улетят. Кончили работу пряхи, Все соседи спят. Мать устала, засыпает, И ребенок спит. Шум в луне затихает, Громче пол скрипит. В сером одеянии входит, В комнату дурбит. К лыбели он подходит, Где дитя лежит. В темноте сверкнули очи, Где-то тяпнул пес. Заколдованную рощу Он дитя унес. Той же ночью, В час декады, Пакеты зажгли. Дубу, старому гиганту, Жертву принесли. Ну вот, может быть, еще. Ну, может, хватит. Очень несовременные стихи. И правильно сказала, Майя сказала правильно. Скорее всего, это близко, Это переводит. Да, главное сказки. А чего ж не важно? И содержание, и ритм, И героев, все не ночью. Мать, я не говорю, Это такое прочтение. Я не говорю, что это слово. Мать, я не говорю, что это слово. Мать, я говорю, что это слово. Когда человек продолжает... Ну, правильный переводит. Переводит. Это различная историческое Иноридно-немецкое иноридно-немецкое. Если что, я просто проводил период, Я бы сказала. Средневековая лексика, понимаете? Вот эти древние Греции, Вопрос в том, что имитация Скорее всего, просто имитация Имитация старинных, если это не переводы, то имитация старинных стихов Вот Оля тихо говорит, она говорит, феодализмом веет от стихов 15-летняя девочка, говорит, Англия, скорее всего, по-моему Почему 15 лет? Это не важно Спасибо большое Спасибо большое Это очень музыкальные образы, его сцены очень интересные А сейчас я хочу сообщить, что Настя и Антон только что вернулись из свадебного путешествия У нас, на самом деле, с вами за это путешествие полагается куда-то уехать У нас было несколько коротких путешествий, ввиду того, что не было свадебного путешествия Другие выборг, одно предшествие в Новгород, в Белоруссии у нас было предшествие в Трис А, еще больше, у нас предшествие в Трис Отлично Отлично А сейчас, Витя Михайловна исполняет песню, текст, который написал Глеб Ханалич Новая, да? Вот и время с вершиней пришло, Подступило внезапно, волнуя, Словно ветер скучится в окно. Ветеро ласково дует, И уши в ладони возле, Затрушились в мягких дни во вселенной, Где-то в бездне мерцают огни, Они вечны и вовсе нетленны. Ничего в этом мире не зря, Жизнь порой не дает нам покоя, Мрачность ночи сменяет заря, Улыбая опять за собою. Карусель, 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 Все так ярко, красиво и звучно, Пусть на солнце сверкает ко мне, Пусть на солнце сверкает ко мне, Надо в жизни себя не терять, От души и почаще смеяться, Научиться в беде не рыдать, Никогда и ни в чем не сдаться. Детство кончилось, время пришло, Подсветлила внезапно, волнуя, Пусть на солнце сверкает ко мне, Что достигнут а то и дамо, Надо в жизни ни о чем не горюя, Что достигнут а то и дамо, Надо в жизни ни о чем не горюя, Аплодисменты 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 Ветры спать ушли Золотой зарей Ночь подходит Каменною горой Из своей княжною Из жарких стран Отдыхает Бешеный атома Молодые плечи В охапку сгреб Да заслушался Запрокинув лоб Как гремит Над жарким его шатром Соловьиный гром А над Волгой ночь А над Волгой сон Расстелили ковры узорные И возлег на них Атамант княжной Персиянкою Брови черные И не видно звезд И не слышно волн Только весла Да те кромешные И уносит в ночь Атамана в челн Персиянскую душу вешу И услышала ночь Такую речь Аль не хочешь Что-ли потеснее лечь Ты между наших баб Что жемчужинка Ай уж страшен так Я твой вечный раб Персияночка-полозяночка А она вроде насупила Вроде длинные А она очи потупила Персиянские И из уст ее Только вдох один Джалеттин А над Волгой Заря румяная А над Волгой Рай И грохочет Ватага пьяная Атаман Вставай Належался С басурманскою С собакой Рыщ Глаза-то у красавицы Наплаканы А она что смерть Рот запушен в кровь Так и ходит Атаманова Крутая кровь Не поладила ты С нашою постелью Так поладь С собака С нашою кутелью В небе-то ясно Темно На дне Красный Один Башмачок На корне И столит Степан Робно Грозный Дух Побелел Степан Аж до самых Губ Закачался Зашатался Ох Томно Поддержите Нехтости В очах Темно Вот И вся Тебе Персияночка Молодяночка И снится Разина Сон Ровно Плачется Волотная Цапля И снится Разину Звон Ровно Капельки Серебряные Капли И снится Разину Дно Цветами Что Платка Вровый И снится Лицо Одно Забытое Чернобровое Сидит Ровно Божья Мать Да Жемчуг На нитку Нижка И хочет Он ей Сказать Да только Губами Движет Сдобило Дыхание Аж Стеклянные Круги Осколок И Ходит Как Сонный Страж Стеклянный Мешний Полок Рулевой Зарел Правил Вниз По Волге Реке Ты Зачем Меня Ставил Об Одном Башмачке Кто Красавицу Захочет Башмачке Одном Я Приду К тебе Дружочек За Другим Башмачком И Звенят 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 Запястья Затонула Ты Степанова Счастье